Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы сейчас поговорим о 12 главе Евангелия от Матфея. В 12 главу попадают несколько коротких историй, так или иначе связанных с взаимоотношениями Господа Иисуса с окружающими Его иудеями, в первую очередь фарисеями и книжниками. Напомню, что Евангелист Матфей пишет главным образом именно для иудеев. И в поле зрения, в его Евангелии попадают вот эти взаимоотношения и конфликт, который нарастает между Господом и Иисусом, с одной стороны, и правильными, благочестивыми, традиционными иудеями, с другой стороны. На самом деле, конечно, поводов для такого рода конфликтов было достаточно много. Здесь и отношение, скажем, к римской оккупации, противодействия ей. Здесь отношение к тем или иным обыденностям, вроде брачных правил и обычаев, которые были свойственны иудеям того времени, отношение к храму и к тому, что в нем происходит. Вот что, вообще говоря, стало, конечно, поворотной точкой. Но на первый план для Матфея выходит, может быть, самая броская, самая яркая точка, тот вопрос, который оказался самым болезненным. Это, в первую очередь, вопрос о субботе. Собственно говоря, для иудеев после пленного времени, то есть добрых четыре столетия до описываемых Матфеем событий, и соблюдение субботы, собственно говоря, было знаком того, что завет с Богом существует до тех пор, пока народ Божий соблюдает субботу, этот завет не разрушен до конца. Более того, постепенно самые разные мудрецы, книжники, потом фарисей убеждали самих себя и народ Божий в том, что это соблюдение субботы, собственно, главное, почти единственное, что вообще от человека требуется. И как бы там ни было, если суббота соблюдается, и до тех пор, пока суббота соблюдается, можно считать, что народ Божий в этом завете остается. Что, вообще говоря, очень неочевидная позиция. И вот мы видим, как Господь Иисус много раз в самых разных обстоятельствах и в разных местах, можно считать, что буквально по всей Святой Земле, так или иначе, относится к субботе как таковой, к субботе как знамению завета, собственно, совсем по-другому, не так, как фарисеи. Фарисеи считают, что если тот или иной человек нарушают субботу, он отторгнут от общества Израилева, он нарушитель завета, он повинен всяким разным карам и наказаниям вплоть до смерти, именно как предатель. А что же касается Господа Иисуса, то как он к этому относится, не такой простой и очевидный вопрос. Ну, то есть, в целом, по тому, что он делает и говорит, довольно понятно, что для него суть завета гораздо важнее, чем знак этого завета. Для него гораздо важнее, соблюдаешь ли ты заповеди, которые, собственно, этот завет составляет, или ограничиваешься только вот этим самым знаком, внешним достаточно тем, что ты соблюдаешь субботний покой и празднуешь субботу. В целом, это очень важная, на самом деле, и поучительная вещь, потому что, ну, так устроена религиозная психология человека вообще, что мы все время ищем себе что-нибудь посильное, вроде празднования субботы, ограниченное, конкретное, и хотим думать, что вот это мы выполнили, а в остальном хоть трава не расти. Поэтому для нас важно видеть Иисуса, который не соглашается на формальные отношения, понимаете, Бога, который не соглашается на формальные отношения с Ним. Это первое и очень важное. Второе, когда читаешь вот эти рассказы об исцелениях или других каких-то событиях, которые происходят по субботам, действительно видно, как Иисус то ли провоцирует этих фарисеев, хотя, с другой стороны, с чего бы, для чего ему их провоцировать, то ли, по крайней мере, просто не обращают внимания на такие формальности, а действительно всегда обращают внимание на суть происходящего, на то, что происходящее значит перед Богом. Ну и вот в 12 главе евангелист Матфей начинает свой рассказ с того, что однажды проходил Господь Иисус с учениками засеянными полями. И ученики были голодны и начали срывать колосья, перетирать их в ладонях и есть. Видимо, это было время, когда урожай уже почти созрел, ну и в какой-то степени можно было голод утолить таким способом. Нельзя сказать, что прям действительно можно было напитаться. Но все-таки фарисеи, увидев это, начинают выговаривать Иисусу, говорить, что вот ученики твои делают то, чего не должны делать в субботу. Ну, собственно, с формальной точки зрения, может быть, они и правы, потому что если вы рвете колосья и перетираете их в субботу, это можно считать работой. Кстати, здесь очень видно, как думают фарисеи. Полезно тоже на это посмотреть, чтобы отслеживать в себе подобного рода формалистические склонности. Что отвечает на это Господь Иисус? Смотрите, во-первых, он предлагает фарисеям совершенно нежеланную для них историю. Он вспоминает, как Давид вошел в Дом Божий в какой-то момент, когда он был голоден, и те, кто были с ним, вошли в Дом Божий, взяли хлебопредложение, которое, конечно, им есть вовсе не полагалось, и насытились. Еще предлагает Господь также пример священников в храме, которые нарушают субботу, то есть делают какое-то дело, работу, но при этом являются невиновными. Таким образом, Господь предлагает фарисеям увидеть некоторую относительность этих субботних правил, относительность по отношению к жизненным потребностям вот голодного Давида и его спутников, или в отношении того, что для чего делают, скажем, люди, ну вот те же самые священники в субботу в храме. Ну и дальше Господь говорит удивительно важную вещь, говорит, вот здесь тот, кто больше храма, и говорит он это о себе. На самом деле, чрезвычайно емкая фраза, над которой стоит задумываться. Во-первых, и в первую очередь Господь говорит о том, что храм является местом незримого, непостижимого присутствия самого Бога, тем местом, где возможна встреча между Богом и людьми, которые в этот храм приходят. И вот Иисус говорит фарисеям, но здесь тот, кто больше храма, он говорит о себе, как о том, в ком вот эта встреча с Богом более непосредственная, в большей близости, где действительно полнота Божества присутствует здесь посреди нас, в нашей с вами жизни. Это нам тоже, в общем, не вредно помнить, согласитесь, потому что, ну, встреча с Иисусом или посещение того или иного культового сооружения – это разные вещи. Первое, возможно, для нас всегда, даже в любом карантине и эпидемии, а второе, ну, вот по возможности. Ну и, конечно, самое важное, чего на самом деле фарисея совершенно не готовы вынести, когда он говорит о себе, как о месте присутствия Бога, месте встречи с Богом, большим, чем Иерусалимский храм. И кроме этого, еще Евангелист Матфей записывает здесь снова, потому что это было в предыдущих главах, как Господь цитирует пророку Осию, с некоторой скорбью, с горечью, обращаясь к фарисеям, говоря, если бы вы знали, если бы вы вообще могли понять, что означают слова «милости хочу», а не «жертвы», если бы это было вот для вас хоть немного доступно. Да, «милости хочу», а не «жертвы» – это слова, которые Бог произносит и которые могли бы быть направляющими всей нашей духовной жизни, если бы то была духовная жизнь, а не имитация субботняя. Понимаете, вот, это очень на самом деле важная вещь, это слова Бога, которые как бы повисают над человеческим миром, и мы очень часто совершенно не только не способны, но даже и не хотим понять, что Господь говорит. И вот Иисус продолжает, говоря, что на самом деле Сын Человеческий есть Господин и субботы. Ну и это, конечно, фарисеям просто нож в острый. Они привыкли, что Бог где-то там, далеко на небе, здесь в нашей жизни есть суббота, довольно приятное такое празднование, которое, ну, каким-то образом обозначает тот факт, что мы о Боге не забыли. Ну и мы думаем, делаем вид, по крайней мере, что суббота – это нечто такое, чего Бог от нас потребовал, и поэтому мы это делаем. И вот Иисус говорит о себе, очевидно, что о себе. Сын Человеческий есть Господин и субботы. Все, что происходит в отношениях людей с Богом, все, что происходит по Завету и не по Завету, в том числе и суббота, это то, что находится во власти Сына Человеческого, то, что происходит ради встречи с Ним и вне контекста встречи с Иисусом, вообще говоря, большого смысла не имеет. Ну и дальше. Евангелист Матфей рассказывает еще одну историю. И, собственно, он представляет это дело так, как будто буквально в тот же день это происходит, хотя это, по большому счету, не так и важно. Вот он говорит о том, что Иисус вошел в синагогу, и в этой синагоге оказался человек, у которого была сухая рука с атрофированными мышцами и нервами. И вот фарисеи, по-видимому, уже думая о том, как бы им собрать доказательства того, что Иисус вероотступник, вот эти фарисеи его спрашивают, можно ли исцелять в субботы. Обратите внимание, что так рассказывает нам евангелист Матфей. Другие синоптики рассказывают нам о том, что это Господь задает тем, кто присутствует в синагоге, этот вопрос, можно ли исцелять в субботы, и потом исцеляет, скорбя об ожесточении сердца их. Ну вот у Матфея другая версия, и я не возьмусь утверждать, какая из них, каким образом должна быть оценена. Вот вопрос, тем не менее, звучит в этой синагоге, можно ли исцелять в субботы. Собственно, это вопрос о том, что такое служить Богу, что по-настоящему важно в субботу, потому что ведь заповедь о субботе гласит «делай в течение шести дней дела твои, а седьмой день – субботу Господу Богу твоему». Соответственно, фарисеи понимают так, что в субботу вообще ничего нельзя делать, только, видимо, лежать вверху пузом, а Господь скорее спрашивает или поддерживает этот вопрос, а не является ли это днем, когда нужно делать дела Божии. Он о таких вещах довольно подробно говорит, Евангелия Теанна. Вот, видите, здесь этот вопрос, можно ли исцелять в субботы. И вопрос о том, как потом мы увидим из слов Христа «можно в субботы делать добро». Таким образом, мы видим, что в отличие от фарисеев, Господь различает не разрешенное и запрещенное, которое там можно или нельзя делать, а добро и зло. И Он говорит о том, что «ну кто из вас, если у вас овца в субботу упадет в яму, не вытащит ее? А человек гораздо лучше овцы. Можно в субботы делать добро». Это некоторое утверждение. Если хотите, оно имеет прямое отношение к системе ценностей, которую предлагает Господь Иисус своим ученикам и читателям Евангелия. Делать добро важнее формальностей. В субботы можно делать добро. И вот Господь исцеляет этого человека, таким образом, не только иллюстрируя, так сказать, только что высказанный им принцип, но и совершая чудо, которое делает его позицию, в общем, неоспоримой. И мы видим, евангелист дальше пишет о том, что фарисеи, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. То есть они уже начинают задумываться о том, какие нужно сделать, так сказать, телодвижения юридические, политические, всяческие для того, чтобы погубить Иисуса, для того, чтобы избавиться от этого человека, который мало того, что проповедует нечто для них совершенно неприемлемое, так еще и подтверждает правоту свою вот такими удивительными чудесами. И дальше евангелист Матфей, утверждая, сообщая нам о том, что Господь исцеляет все то множество народа, которое за ним следует, добавляет некоторые важные вещи, по крайней мере две. Во-первых, он говорит, что исцеляя Иисус запретил им объявлять о нем, и мы уже не раз с вами видели, как Господь делает такие вещи, потому что, да, действительно, он категорически не согласен считать чудесами, миссионерскими средствами. И второе, Матфей здесь цитирует пророка Исаию, который говорит о помазаннике Христе Спасителе. Вот, отрок мой, которого я избрал, трости надломленные не переномит, и льна курящегося не угасит. И это очень тоже важная вещь в рассказе евангелиста, потому что Матфей только что сообщил нам о возмущении фарисеев, о том, почему они так активно пытаются погубить Иисуса, и какова, собственно, реакция самого Господа Иисуса, который запрещает рассказывать о его чудесах. Вот, евангелист ссылается на пророка Исаию, который говорит о том, что Спаситель трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит, пока не доставит суду победы. Вот этот образ Христа Спасителя, который не прибегает к насилию, даже когда ополчаются против него вот все эти фарисеи-книжники, чрезвычайно важная вещь, потому что это дает, во-первых, читателю возможность понять то, что потом происходит, то, что происходит в последнюю неделю, в неделю смерти и воскресения Господа Иисуса. Ну и кроме того, конечно же, вот посмотрите, каким Матфей хочет, чтобы мы увидели Иисуса. Он говорит, что вот это пророчество Исаии, возлюбленный, которому благоволит душа моя, не воспрекословит, не возопиет, никто не услышит на улицах голоса, его трости надломленные не переломит. Вот это полностью, как видит это Матфей, относится к Господу Иисусу, тоже чрезвычайно важная вещь, потому что в той дальнейшей, ну, скажем так, фольклорной клевете, которую возводят на Иисуса поколения христиан, мы с большой легкостью пытаемся изобразить его каким-то, не знаю, скандинавским воителем с каменным молотом в руках. Ну, в общем, Матфей не дает нам возможности так думать. Трость надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит. Казалось бы, это очевидный совершенно путь к поражению. И вот явным образом победить, противостоя хитроумным и жестоким фарисеям, вот таким путем, наверное, невозможно. И все-таки это тот путь, который выбирает Господь Иисус. Дальше, в той же самой 12 главе евангелист помещает рассказ об исцелении слепого и о том, как народ изумляется, и у людей в каком-то смысле непредвзятых, по крайней мере, не настолько предвзятых, как фарисеи, возникает довольно понятный вопрос, естественный. Не это ли Христос сын Давидов? Кто этот человек? Может быть, он и есть тот, кому предстоит спасти Израиля? Может быть, он и есть тот, кого Бог посылает для того, чтобы привести нас в царство Бога, в царство жизни, избавить нас от гибели, смерти, зла и греха? И вот поэтому у людей возникает этот вопрос. Вдруг, может быть, это Христос сын Давидов? Почему они не так уверены, как, скажем, ученики Иисуса, лучше его знающие, лучше знакомые с его проповедью? Да потому просто, что перед описываемыми событиями, в течение едва ли не полутора столетий, ну, по крайней мере, в народе Божьем время от времени возникали разные такие религиозно-политические лидеры, которые или сами пытались вести себя как мессия, спаситель, или им это приписывали. И по большей части это были, ну, либо религиозные фанатики, изредка проповедовавшие убегание куда-нибудь в пустыню. Но, как правило, они с таким снобизмом относились ко всем остальным израильтянам, что их всерьез не воспринимали. Либо это были лидеры партизанских движений, которые пытались освободить Израиль методом насилия, путем борьбы с разнообразными оккупантами, ну, вот в описываемое время и в столетие перед этим с оккупантами римскими. Поэтому, во-первых, да, только что мы видели, как Матфей говорит об Иисусе, как о том, кто тростью надломленный, не переломит. И, во-вторых, поэтому народ и сомневается, потому что они привыкли, что если вот кто-то может оказаться мессией, он непременно должен быть с большим количеством вооружений и устраивать там какие-то вот партизанские войны. Поэтому именно так Матфей передает этот вопрос. И дальше он рассказывает о том, что фарисеи в каком-то смысле, знаете, не удерживаются на уровне просто несогласия с Иисусом. В конце концов, ну, там, он говорит так, фарисеи привыкли думать по-другому, но не согласны. В этом еще нет ничего особенно фатального. Но фарисеи сами не замечают, как двигаются дальше и говорят, что нет, он исцеляет, изгоняет бесов силой Вильзевула, князя Бесовского. То есть, они таким образом те исцеления, те освобождения от власти нечистых духов, которые совершает Иисус, и то, в общем, возрождение человеческих сердец, если называть вещи своими именами, все это приписывают действию сатаны, что уже, без сомнения, становится очевидным кощунством. И евангелист Матфей приводит здесь некоторый довольно пространный, надо сказать, ответ Господа Иисуса, в котором в целом более или менее нам многое понятно, хотя есть и некоторые вещи загадочные. Я бы сказал, что современные толкователи не очень успешны в прослеживании, так сказать, логики. Но возможно, что и евангелист приводит нам некоторый более пространный текст в сокращенном виде. Вот Господь говорит этим фарисеям, ну хорошо, во-первых, если я изгоняю силы Вильзибула, а вот люди, обыкновенные ваши сыновья, чьи силы изгоняют. Он говорит о том, что подобного рода вещи свидетельствовали бы о том, что царство сатаны разделило само в себе и обречено погибнуть, и достигло вас царство Божие. И вот Господь говорит о том, что раз уж это так, если невозможно по-другому думать, и я духом Божиим изгоняю бесов, значит, царство Божие действительно пришло, достигло до вас царство Божие. И, собственно, в заключительной части этого разговора Господь говорит, ну, признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или дерево худым, и плод его худым. То есть, собственно, речь идет о том, что если фарисеи признают источником исцелений и вот этих действительно спасающих людей удивительных чудес сатану, то, значит, и сами исцеление чудеса, прозрение, освобождение от нечистых духов тоже должно быть признано делом сатанинским, но это уже очевидно совершенно неправо. Собственно, именно это и называется хулой на Духа Святого, о которой здесь Господь говорит. Если же вы признаете, что исцеление, спасение, изгнание бесов и так далее это хорошо, ну, тогда признайте и дерево, на котором такие плоды возникают, хорошим. Вот. Собственно, может быть центральным моментом этого разговора является, во-первых, разговор о хуле на Духа Святого, которое не простится, собственно, в данном случае очевидно совершенно, что речь идет, как я уже сказал, о попытке очевидное благо для людей, очевидное благо для людей признать сатанинским проявлением. Кроме этого, в этом разговоре Господь говорит еще одну очень важную вещь, над которой тоже следует задумываться, чтобы не путаться. Он говорит, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Ну, во-первых, таким образом получается, что весь разговор о хуле на Духа Святого, о правде Божьей, о том, что такое благие дела и из какого источника они могут уходить, исходить, вот весь этот разговор сконцентрирован именно вокруг личности Господа Иисуса Христа. Он говорит, кто не со мною, тот против меня. Он совершает эти благие дела, исцеляя людей, спасая людей, освобождая людей, совершенно конкретных живых людей, которые, вот они, их видно, до них можно дотронуться. Вот, и если вы в этом не со мною, значит, вы против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает. Мне хотелось бы, с некоторым огорчением, конечно, но все-таки обратить внимание на то, что мы с очень большой легкостью путаем, про кого здесь Иисус говорит, и даже появилось такое идиоматическое выражение, кто не с нами, тот против нас. А это уже вранье, потому что своим ученикам Иисус говорит, кто не против вас, тот за вас. Предлагаем совершенно по-другому относиться к людям, которые с ними в чем-то и в большем или в меньшем не согласны. для учеников, если нет откровенной враждебности, это уже возможность принимать человека, кто не с вами, кто не против вас, тот за вас. Только говоря об Иисусе, Евангелие говорит, кто не со мной, тот против меня. Это Он так может сказать, имеет право сказать, но не те, кто думает быть Его учениками. На самом деле, это довольно важная тоже и поучительная вещь. Ну и кроме того, довольно тяжелые слова Иисуса в конце этого разговора или этой части разговора с фарисеями Господь говорит, за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И это тоже очень важно, потому что в наше время это называется фейк-ньюс, но не только. Еще тоже в наше время появился такой странный термин постправда. Ну и соответственно, по сути, это означает, что мы живем в мире без ответственного вранья. Но вот Господь говорит, что это не безобидные вещи. И за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И это в общем тоже очень важно. Тоже очень важно понимать, что вот это так, это так. То, что ты говоришь, это не просто сотрясение воздуха, это нечто действительно содержательное, имеющее отношение к твоей жизни. И мы дальше немного увидим еще продолжение этой темы в устах Христа. Теперь Евангелист Матфей сообщает также в конце уже главы, что некоторые из книжников и фарисеев, обратите внимание, потому что среди фарисеев и книжников тоже были разногласия, были и фарисеи, которые понимали, о чем говорит Иисус, были фарисеи, которые становились его учениками, нередко тайными, но все-таки становились, были фарисеи, которые приходили к Иисусу услышать его мнение по важным для них вопросам. То есть это не была такая монолитная фракция, где все обязаны думать так, как начальник, нет. И вот некоторые из книжников и фарисеев говорят Иисусу, что учитель, тоже ведь называют его учителем, а не просто каким-то самозванцем его считают. Вот учитель хотелось бы нам видеть от тебя знамение, видим некоторый знак, который можно было бы извести, а который можно было бы использовать как свидетельство того, что действительно Иисус и его учения это вещи правильные, о которых следует думать. Мы хотим получить от тебя некоторый знак. Может быть, с другой стороны, им это было нужно для того, чтобы самим увериться, они уже готовы были бы согласиться, но по каким-то причинам это было им трудно или страшно. И вот Христос говорит им на это, что род лукавый прелюбодейный ищет знамение, и никакого другого знамения, кроме знамения он и пророка, не будет ему дано. Надо заметить вот какую еще важную штуку. Здесь евангелист предлагает, ну, вкладывает в устах Господа Иисуса некоторые толкования, которые большинство исследователи считают более поздним данным, так сказать, постфактум. Матфей пишет, что как Иона был в очереве Кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце Земли три дня и три ночи. Вот некоторое довольно поэтическое высказывание. Во-первых, предлагающее нам увидеть смерть в воскресении и погребение в воскресении Сына Человеческого как Иону в очереве Кита, ну и, конечно, вот этот символ трех дней и трех ночей, хотя мы понимаем, что, конечно, Господь был в очереве Земли не три дня и три ночи, а один день и две ночи. Ну, собственно, на самом деле от этого совершенно ничего не меняется. Важно, что Матфей предлагает читателю увидеть воскресение и возвращение ионы к жизни после того, как его поглотил кит, как вот такие вот прообразуемые, символически связанные друг с другом события. Но если мы попытаемся глазами слушателей Иисуса у его ушами к его словам прислушаться, что для них должно было означать знамение Ивана Пророка? Потому что это была известная очень книга, хорошо понятная, знакомая, тем более книжникам и фарисеям. Что это означало для них? Потому что может быть то, что кит выплюнул Иону, оказалось для читателей может быть и не на первом месте, а гораздо было важнее знамение Ионы Пророка, которое заключалось в том, что ненавитяне, услышав его проповедь, покаялись, покаялись, и Бог пожалел их. Вот собственно это ведь смысл всего рассказа книги Ионы. Это литературное произведение, она несомненно не является пророческой книгой ни по происхождению, ни по жанру, это своего рода новелла. Но суть тем не менее совершенно пророческая. Заключается она в том, что Иона противился Богу, Кит его проглотил, потом выплюнул, Иона пришел в Ниневию, проповедовал покаяние, и народ Ниневии покаялся, и Бог его пожалел. И этот самый народ. Вот может быть первый бросающийся в глаза для книжников и фарисеев смысл слов Христа о знамении Ионы пророка. Ну и собственно второе толкование, второй смысл этого, о том, что Иона пророк был прообразом сына человеческого в чреве земли, это повторяю еще одно возможное понимание, которое явно совершенно было вовсе непонятно фарисеям и книжникам, задавшим вопрос о знамении. Ну и кроме того, мы видим, что дальше Господь вспоминает ненавитян, говоря, вот здесь больше Ионы, вспоминает царицу Савскую, которая пришла послушать мудрости Соломона, вот здесь больше Соломона, говоря уже о себе. Значит, видите, ненавитянам, говорит Господь, хватило пророка Ионы для того, чтобы покаяться перед Богом и обрести милость Божью. А здесь больше Ионы. Видимо, все-таки это апеллирует именно к первому основному толкованию того, что такое знамение Иона Пророка. И то же самое можно сказать и о 42-м стихе. Наконец, продолжая этот разговор, по-видимому, продолжая разговор с книжниками и фарисеями, Господь предлагает им чрезвычайно важную притчу о нечистом духе, который, если выйдет из человека, куда-то там уходит в пустыню, а потом, если место не занято, то место в душе, в сердце, в жизни человека, которое может быть занято чем-то настоящим, если этот самый злой дух видит место незанятым, он возвращается, берет с собой семь злейших себя. Вот довольно очевидная притча, хотя, может быть, и тоже обрубленная на полусловие. смысл ее, конечно, в первую очередь, первый главный смысл заключается в том вопросе, который возникает, а чем должно было быть занято, или лучше сказать, кем должно было быть занято то место, которое освобождает нечистый дух. И в контексте всего того, что мы в этой главе видели, вот здесь больше ионы, вот кто не со мною, тот против меня, сын человеческий есть господин и субботы, вот в контексте всего того, что мы в этой главе читали, довольно понятно, что Господь предлагает заполнить это место с собой. Ну, может быть, это было далеко не так очевидно для фарисеев и книжников, которые его слушали, но в любом случае они должны были понять, что речь может идти о, скажем так, угодных Богу действиях, о том, чтобы, как тоже в этой главе Господь говорил, творить добро. Недостаточно не делать зла, надо еще и творить добро. Кстати сказать, это очень непростая для книжников и фарисеев тема, потому что они как раз во многом думали, что воздержаться от гадостей, которые человек делает с большой легкостью, это уже не просто большой подвиг, это большой подвиг, но этого достаточно, как они думали. Христос вот этой притчей скорее свидетельствует о том, что нет, это недостаточно, недостаточно просто не быть сволочью, надо еще научиться действительно стать человеком Божьим. Ну и наконец заканчивается 12 глава довольно тоже трудным для понимания местом, которое часто вызывает соблазн у читателя, когда вот пришли Пресвятая Богородица и братья Господа Иисуса увидеть его и говорить с ним, и люди ему говорят, вот матерь твоя и братья твои стоят в ней, желая говорить с тобою. И Господь, собственно, речь идет о семье, о некоторой кровной близости, вот о каких-то таких вещах, и Господь говорит, удивительную вещь, нередко смутительную. Он говорит, а кто матерь моя и кто братья мои? И, показывая на учеников, говорит, кто будет исполнять волю отца моего, тот мне брат и сестра и матерь. И здесь мне хотелось бы буквально в двух словах обратить внимание читателя на то, что Иисус совершенно не имеет в виду, что вот эти люди, которые где-то там стоят, они мне не мать, не братья и так далее, и что вообще это все не имеет значения. Нет вот этого смысла в словах Иисуса нет вообще. Он говорит о том, что любой человек, который будет исполнять волю отца будет так же важен, так же близок к Иисусу, таким же родным для него, как его матерь и его братья. Понимаете, и это совершенно потрясающая вещь. Тоже, кстати говоря, неперевариваемая для фарисеев и книжников. Вот. Всякий, кто будет исполнять волю отца моего, мне будет родным, как мать и братья. Они готовы его спросить, ну что же, и вот и простолюдины, и язычники, и еще кто-то. Ну, слова Христа более-менее в этом смысле понятны. Он говорит, кто будет исполнять волю отца, тот мне брат и сестра и матерь. Ну, и, конечно, я бы сказал, что для читающего эти слова христианина это очень воодушевляющее место. Продолжение следует...